Приветствую, с вами Александр Демченко, и это означает, что вы на YouTube-каналах Дмитрий Гордон, гостях у Гордона. У нас сегодня спецэфир, который, понятное дело, посвящен годовщине. Два года прошло с момента вторжения, массированного вторжения российских войск на украинскую суверенную землю, на территорию Украины. 24 февраля 2022 года в 3 часа 40 минут утра российские регулярные войска вторглись незаконно на украинскую территорию, на украинскую независимую территорию с различных направлений и попытались осуществить операцию «Блицкриг». Операция «Блицкриг» Путина провалилась. Мы прекрасно поняли тогда уже с вами, что не только при помощи ракет, самолётов, вертолётов, систем радиоактивной борьбы или артиллерии, или ещё чего-то российские войска пытались снять украинскую власть. Нет, не только это. Мы с вами увидели и по Буче, и по Мариуполю, и по Изюму, и по Тростенцу, и по огромному количеству других украинских городов и посёлков, конечно же, по Ирпеню, и Гастомию, по Буче, что российские войска сюда пришли устраивать геноцид украинского народа. И, конечно, вооружённые силы Украины дали отпор. Киев за эти два года был освобождён и Киев, и Киевская область, и Черниговская область, и Харьковская область, и Сумская область. И Херсон, конечно же, тоже был освобождён. Сейчас ведутся ожесточённые бои на юго-востоке Украины, на направлении, скажем так, Херсонском, на направлении Запорожском, на направлении Луганской, Донецкой областей. Но Украина сохранилась как государство, украинская нация объединилась, невзирая на операции российских спецслужб, и, конечно же, Украина выстояла. Теперь Путин сменил свои планы. Теперь не война, теперь не Блицкрик, не операция Блицкрик по этой военной схеме Путина. Теперь война на истощение. Мы много с вами говорили за эти два года о том, что происходит сейчас на разных направлениях фронта, как держатся вооружённые силы Украины, с какими вызовами они сталкиваются. Но мы с вами мало на самом деле говорим о том, что делает украинская разведсообщество. А оно делает очень и очень и очень много, и была масса побед украинской разведки на различных направлениях, и благодаря украинской разведке в том числе мы можем говорить, что Украина как государство сохранилась, Украина выстояла. И для того, чтобы поговорить об украинской разведке, мы пригласили к нам сегодня, наверное, главного украинского разведчика, человека, который был главой всех украинских разведок Украины, службы внешней разведки, главного управления разведки Министерства обороны Украины, и, конечно же, возглавлял контрразведку службы безопасности Украины, генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка. Пан генерал Витаялос. Витаялос, пан Александр. Слава Украине. Героям слава. Пане генерале, враховуючи, що нас сьогодні буде дивитися люди, дуже багато, мільйони людей з усього світу, і в Америці, і в Канаді, і в Австралії, і в Європі, і на пострадянських країнах, де люди просто моляться за те, щоб Україна перемогла, бо не хоче, щоб російський кризовий чобіт став на їхню територію і понівочив їх дітей. Я вас дуже прошу сьогодні, давайте перейдемо на російську мову для того, щоб, в принципі, в усьому світі було зрозуміло, про що ми говоримо, усілякому разі нашим слухачам та глядачам. Ви на проте? Я. Я поводжуюсь. Хорошо, друзі, перед тем, як ми почнем, я вас призываю ставити як можна більше лайків, оставлять коментарів під цим відео, ну і, конечно же, підписуватися на все наші ютуб-площадки. Дмитрий Гордон, гостях у Гордона Олеся Бацман. Валерий Віталич, які Ваші були перші очіщення, коли російські війска вторглись в Україну, хоча ми знаємо, що війна не 10 років, але 24 февраля 2022 року, коли ви тільки узнали, що це починається? На самом деле, знаєте, як сказати, очіщення були давно, коли ми, в принципі, розуміли, що Путина, вже політичне рішення о нападіні на Україну було прийнято, і стояло единственне, знаєте, що нас від цим небольшим, скажімо так, постійно відкладувало по времени, це все усілях Запада. Отчайні усілях Запада, остановити його, оказати влияне на його окруження. І ви знаєте, ці конвої, які постійно були від западних господарств, і лідерів, і Шольц, і Макрон, і непосередньо, і директор ЦРУ, які посіщали Росію для того, щоб не тільки, скажімо так, сказати, остановити Путина, що нам известні планы, у вас нічого не вийде, але і в принципі, виграєте ріне. І в цьому плані актуальна книга, яка недавно в Соедині Штатах, це, по сути, автобіографія розсекреченими матеріалами непосередньо президента США Байдена, де, в общем-то, описується, як американської розвідки удалось, по сути, отодвинуть нападення Росії, по сути, на нескільки місяців, і дало можливість формувати міжнародну коаліцію, предупредити всіх союзників о тому, що буде відбуватись, і вже непосередньо к началу агресії, вже підійти к яким-то планам действий, не тільки санкційної політики, але і планах поставки оружія Україні. Ми об цьому поговоримо, але я хотів би знати, що ви як чоловік чувствували в 3 часа 40 минут, коли це почалось, втро? Як чоловік, який, знаєте, ти к чому-то всегда понимаєш, що готовишся, і все делаєш можливе, щоб це ніколи не наступило. Тобто ця предыдуща діяльність була зв'язана именно з реальними оцінками угроз, які відбувалися, які Росія є істориками цих угроз. І коли ти розумієш, що все, вірне прийшло, і сьогодні вопросы, по сути, нашої безпасності і независністі будуть рішуватися на полі боя. І це буде зависити не тільки от мужества наших ребят, які там приймали ці перві бої, от мудрости наших командирів. Ну і також ти прекрасно понимав, що дуже буде важливий 2-й фронт. Вот цей тайний фронт, именно війна разведок, у нас спецслужб за, по сути, міжнародну підтримку України. Для того, щоб не дати можливість Росії ставити Україну там. Це було психологічне таке, знаєте, як... Понимаю всі вот ці вызови, ростерянності не було, але було, знаєте, як ощущення, що нам багато-много всього пристоїть і зробити за граню невозможного, як в країні і як кожному чоловіку в отдельності в цій країні. Президент Зеленський во время выступлений на Мюдзенській конференції по безпасності заявив, що зараз потери українських військ з точки зрення пари ретоди дастся к России, к российським войскам один к семи. Тобто гибнет один український солдат к семи российським солдатам. Понятное дело, що для України це теж потери і дуже тяжелі потери, важні потери. Але я хотів вас спросити, за ці два роки війни українських розвідчих, вони ж теж погибали? Много ли потерь? І наскільки серйозні потери? Ви знаєте, потери в розвідці, вони не числяться количествами. Це числяться прежде всего, не количеством життя, а потери в розвідці, ісчисляються чи, скажімо так, оцениваються по потере возможностей, які ми непосередньо, допустим, і мали чи создавали. І потери цих істочників, цих можливостей в силу разних обстоятельствах, чи деятельності російської контрразведки, чи виявлення, обнарження, то є вскрити наших розвідчих, навіть якщо в життя нічого не угрожає. Тобто такі провали, такі речі, вони, в общем-то, більше для нас имали негативні последствия, чим даже когда частиць воєнно-специальних подразделений, Главного управління розвідки, котре організовувало і, по сути, зробило уникальні речі, відкрило 2-й фронт на території Росії. І, звісно, там теж були фізичні потери наших ребят, героїв, але саме головне потери, це, звісно, потери агентури і агентурних можливостей. Але, вмісті з тим, я хочу відмітити, якщо в начале войны ми потеряли 30% наших агентурних можливостей, то за ці 2 роки путем того, що зробили нові і подходи, і нові можливості, ми сьогодні агентури на території на 300%. це ціфри, які я можу сьогодні сказати нашим телезрителям. Почему? Потому, що, дістільно, українська воєнна розвідка, она дістує дуже агресивно і сьогодні використовує лучші методики западних спецслужб. Коли українська розвідка чітко понимала, точно понимала, що Путин нападет? Непосередственно документи, які були получені, подтверджуючі планами, а наступальні операции були получені де-то в середине лето 2021-го года. Це були документи воєнна розвідка України. Непосередственно саму информацию, що таке буде, ми знали зберіюватися, я думаю, за 2 роки це було зрозумію. И стали готовиться сразу. Мы посчитали необходимым, и сейчас на всем должности начальника службы внешней разведки Украины, я посчитал необходимым, скажем так, сделать публичное заявление в украинских средствах массовой информации, написать статью в газете «Зеркало недели», которая так и называлась «Релакс на начасе на украинском». Это «Не время расслабляться на русском языке», где давалась непосредственно оценка этих угроз, о том, что после потери России своих политических возможностей в Украине, имеется в виду, когда были закрыты партии политические, российские, пророссийские, скажем так, а также их не имели возможности, и исходя из той ситуации, которая складывалась в Крыму, а там, по сути, была уже гуманитарная катастрофа с водой, потому что россияне никак не могли решить эту проблему, и попытки добывать воду из скважин, опреснения, перебросить энергомост для обеспечения всего этого, это не привело к никакому успеху. И запасы воды мы постоянно анализировали, уже в состоянии на 2020 год были, по сути, 13-10% во всех водоемах Крыма. И понятно, что воду брать некуда, и признать это нельзя, поэтому Путину осталось только единственный шанс. Первое – это политически, каким-то таком образом получить власть в Украине, вернуть российские силы, в тот же проект Медведчука, и всё, что они там рассчитывали, и тарифный Майдан, и на всё остальное, это не сработало. И оставался после этого, мы понимали, только один у него путь – это конвенционным способом, то, что он уже неоднократно делал, в общем-то, путём не проведения специфальной операции, а по сути военной войны, организации войны, решить эту проблему. Как оно потом заворачивалось, идеологически, это мы все были весь мир свидетелем, как они там деноцифицировали и милитаризировали, это всё уже была, конечно же, российская пропаганда. Цели на самом деле были другие. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а ещё профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы ещё не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать всё. Хорошо, господин генерал, тогда объясните мне, почему европейские разведчики, европейское разведсообщество не поверило американским разведчикам и украинским разведчикам, которые просто вовсю кричали, что вот-вот что-то уже начинается, вот-вот уже будет война, большая война, большое вторжение. Я хочу сказать, что незастаточный уровень контрразведывательного обеспечения в самой Западной Европе привёл к тому, что российская пропаганда, она, по сути, была повсюду. И она как раз именно, в том числе и западным политикам, закрывала глаза, которые не готовы были принять, увидеть очевидные вещи. Есть тайные операции, есть тайные операции украинской разведки, внешней разведки, военной разведки, отдельных сил и отрядов службы безопасности Украины, которыми вы за эти два года гордитесь прям. Я хочу сказать, таких операций очень много, но самые, безусловно, успешные мы о них узнаем, наверное, только после войны. Я бы сегодня к тем вещам, которые, знаете, вызывают должно и восхищение, и гордость не только у меня, но и у всего мира, у многих моих западных коллег по спецслужбам. Это, безусловно, такие операции, как, начиная с того, вы помните, полёты бессмертия. Это доставка вертолётами на низких высотах, это была операция Главного управления разведки в осаждённом Мариуполь для поддержки наших военнослужащих с подразделения АЗОВ. То есть это уникальные операции, которые там с риском для жизни, которые, знаете, вообще, ну, вряд ли бы в западных армиях учитывают степень риска и так далее, кто-либо бы их когда-либо санкционировал. Очень важная, мне кажется, операция – это открытие Второго фронта на территории России, когда буквально за один день изменилась полностью сей саншат боевых действий. И Путин вместо там линии столкновения в протяжённости 350 километров получил Второй фронт по сути всей украинско-российской границы. И это организация, тогда помните, сил российского добровольческого корпуса Легиона «Свобода выхода» на территорию России. Это асимметрические ответы, которые были со стороны Украины на вооружённую агрессию России. Если Запад тогда, как бы там категорически запрещал нам даже рассматривать возможность ударов по территории России, по сути, надев на нас уздечку, то вот такие операции, они даже Западу, в общем-то, не оставалось ничего другого, как, в общем-то, ничем они не могли нам, скажем так, остановить или возражать. Почему? Потому что это российские подразделения, российские военнослужащие укомплектованные. Вот, безусловно, там были ограничения, которые не требовали, что даже патроны или винтовки нельзя использовать те, которые получены в результате, там, скажем, оказания военной помощи Украины. Что так же ограничило определённые возможности. Ну, и самое главное, наверное, одна из самых главных, это операция военной разведки по демилитаризации Черного моря, по началу демилитаризации. Ведь посмотрите, что произошло. Мы не только сегодня ограничили использование ракетных ударов со стороны Черноморского флота, мы уничтожили треть этого флота, по сути, восстановили зерновой коридор, что позволило сохранить для нас, для экономики Украины, зерновые рынки в мире, которые пыталась захватить Россия, поставляя своё зерно. Это тоже уникальные вещи. Ну, и к третьему этапу я бы, наверное, всё-таки сказал ещё одна такая важная операция. Это, смотрите, санкционная политика Запада. Ведь она же оказалась не настолько эффективной. И Россия, по сути, восстановила в обход всех санкций сегодня свои возможности для военно-промышленного комплекса по дальнейшему производству высокоточного оружия, ракет, снарядов и боеприпасов. И вот удары сегодня Главного управления разведки, наших разведывательных спецслужб по территории России, по газовым, нефтяным промышленным предприятиям, это, по сути, мне, знаете, как я бы сказал такое слово, такая дроновая политика, она попадает, действует гораздо более эффективно, чем санкции, принятые в кабинетах. Вот дроновые санкции, они эффективнее. И это тоже, мне кажется, один из значимых результатов успехов наших спецслужб. Правда ли, что партизанские отряды, вообще партизанское движение в Украине формировалось загодя и формировала его как бы украинская разведка, в том числе военная разведка Украины? Это правда. Исходя из того, из тех угроз, которые мы понимали, идёт со стороны России, начиная с 2015 года, были созданы целая сеть разведывательных центров в центрах Украины вдоль территорий с Россией. И сдачей этих центров это было именно понимать готовность подразделений российских военных частей вдоль границы, их состояние боеготовности, оценивать, приведение, всё. Ну и самое главное, на нашей территории создать запасную агентурную сеть, то есть это агентурно-боевые группы, агентурные боевые двойки, которые люди специально были отобраны, подготовлены, и в случае оккупации этих территорий они непосредственно приступали к выполнению разведывательных и дирекционных задач, что мы были свидетелями этих успешных операций в самом начале войны, в том числе, там наиболее яркие, вы помните, были на территории Херсонской области. Генерал Марченко в интервью Дмитрию Гордону сказал, что возможно будет нападение на Юг Украины, на Юго-Восток Новая, и возможно будет даже нападение на Киев. Сейчас активно распространяется такая информация, что вот может даже российские войска пойдут на территорию СУ. Скажите, это же постоянно циркулируют все эти вещи, но как вы это оцениваете сейчас? Это дезинформация России или же это какая-то реальная угроза? Ну я бы не стал сегодня там, знаете, как говорить там, подтверждать российскую пропаганду. Планами России действительно это не только сегодня удержать, план минимум, это удержать тот коридор сухопутный, который они сделали к оккупированному Крыму. Ну и задача максимум это все-таки вся Украина, потому что Путин не нужна только эта часть, он пытается все равно заводить всю Украину. Поэтому от своих целей он никогда не отказывался и не отказывается. И пока будет режим Путина, при власти мы должны понимать, что это будет для нас постоянная угроза. Но сейчас у него есть потенциал взять Киев? Сегодняшний потенциал его сильно ограничен. Посмотрите, после наступления на Авдеевку их ненаступательные действия возле самой Авдеевки сильно сократились. И это связано не только с тем, что российская армия истощена. В принципе, как и большинство наших подразделений, как также испытывают нехватку боеприпасов всего. Но у нас есть сегодня потенциал в виде той же Европы гораздо более мощный, чем у самой России. Ведь по сути, экономика России, она ее можно сравнить только с одной страной, Голландия, вот по своему цифрам, показателям. То сегодня Объединенная Европа, Европейский Союз и НАТО, даже сегодня, несмотря на то, что там политические штормы происходят в Америке, у нас ситуация намного, знаете, как даже, несмотря на то, что она в данный момент тяжелая, вот, она у нас намного выгоднее, потому что мировой сегодня ресурс, он намного сильнее тех возможностей, которые сегодня Россия пытается почерпнуть у своих сателлитов. И мы знаем, это там и Северная Корея, и тот же Иран, ну, и попытки там получить постоянные, там, скажем, возможности из Китая. Ну, даже для Китая, вот последние, там, сегодня новости, я просто посмотрел, то, что три банка, крупные банки Китая отказались в обслуживании, там, счетов российскими, связанных с Россией, вот, непосредственно, это как раз показатель того, что однажды и Китай поймет, что Россия даже для Китая стала чересчур токсична. И мне кажется, такие вещи будут очень скоро. Друзья, оставайтесь на всех наших YouTube-площадках, Дмитрий Гордон, гостях у Гордона, не забудьте подписаться на YouTube-площадку YouTube-канала Леси Бац, вы наставляете как можно больше лайков и комментариев под этим видео, потому что разговор действительно важен и тем более важно обсудить, как происходит, вообще как ведут дела российские разведчики против Украины и как украинская разведка с этим борется. Вот я хотел сами на этом, генерал, сконцентрировать свое внимание. В каком состоянии сейчас находится российская разведка? Вот если в целом. А если в целом, вы знаете, как они пытаются, скажем так, в режиме скорой помощи, скажем так, перестроиться на ходу и адаптироваться после всех тех провалов и неудач, которые они испытали в начале войны. И если брать по Украине, то это не только там дезинформация о готовности Украины принять российские, а заказывать сопротивление и поддержать там российское вторжение, но и также по отношению по реакции западной Европы, лидеров непосредственно, в том, что удалось создать международную поддержку и организовать поток оружия в Украину, это как раз является в том, что российская разведка этот этап войны проиграла. В дальнейшем, безусловно, они сегодня пытаются исправить эти ошибки. Несмотря на первые репрессии, которые были чистки в связи с этими провалами в их органах, сегодня они пытаются восстановить свои агентурные возможности в Украине. Но я хочу сказать, если раньше этим полем благоприятным для них это было про российские политики на территории Украины, потому что вербовка она состояла исключительно, скажем так, по бизнес-интересам. То есть, какие-то контракты, возможности на взаимодействие, сотрудничество с Россией, организовываться, Россией, все и так далее. По сути, эти люди являлись частью этой агентурной сети. Многие также потом с начала войны просто поджали хвост и не выходили на связь с российскими кураторами. И сегодня для них вызов для российских служб вернуть контроль над этими людьми. А много ли таких людей? Много ли таких людей? У насильно ли пострадали агентурные возможности России внутри Украины? И много ли осталось предателей? Я бы так сказал, знаете, если мы рассмотрим недавнюю информацию по раскрытию таких сетей даже в немецком Буддастаге, в которой активно действовал один из помощников депутата, и он организовал в том числе специальные операции для того, чтобы остановить поддержку Украины, то в самой Украине, поверьте, их не меньше. А я бы сказал, даже больше. Вот. И, конечно же, роль службы безопасности Украины как главного контрразведанного органа является сегодня в этой ситуации решающей. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичье молоко Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики Береги Кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Сколько понадобится времени России, чтобы восстановить свои агентурные возможности внутри Украины? Я не хочу сказать о том, что есть какие-то уровень, которые они считают необходимы восстановить. Этот процесс беспрерывный, знаете, и всегда хочется достичь максимального результата. Так же, как и нам, там, скажем так, получить более качественные источники, которые обладают уникальной возможностью там, своевременно получать информацию, вот, своевременно информировать, и, скажем так, и даже там имеется сюда, я бы относил бы комплексные и радиотехнические возможности. Почему? Потому что пока в этом плане большинство этих возможностей мы получаем через наше партнерство с нашими западными партнерами западных спецслужб. И это очень важно сегодня, стратегически необходимо для нас именно для ведения боевых действий. Потому что эта информация касается непосредственно поля боя, расположения штабов управления, перемещения планов и, скажем так, замыслов нашего врага. нашего противника. Те, кто изучали историю революции и достоинства, понятное дело, должны были столкнуться с таким названием, как Пятое управление Федеральной Штуббезопасности ФСБ Российской Федерации с генералом Беседой, который, в принципе, организовывал и чистки, в том числе, на территории Украины и участвовал в, формировал операции по уничтожению тех или иных украинских патриотов, украинских мирных граждан. И в последующем, кстати, очень многое делало это служба для того, чтобы подорвать Украину изнутри. В каком состоянии сейчас находится вот это вот Пятое управление ФСБ, которому ранее было все дозволено со стороны Кремля? Ну, скажем так, оно восстановит свое влияние. Если первые дни войны Беседа за вот эти, скажем так, превышения результатов и готовности, там все, был арестован и находился под домашним арестом, то сегодня он выпущен и продолжает активно, скажем так, влиять на все вещи. Почему? Потому что именно на него замыкались и ему передавались вот эти все, то, что мы сказали, агентурная разведка базировалась на экономических интересах, в том числе многие наши олигархи, которые были там на связях с россиянами. И многие наши олигархи были знакомы лично с беседой, я не буду там комментировать, какие у них разговоры состоялись там и что там происходило до 2014 года. Но эта практика была, в общем-то, достаточно такой, скажем так, постоянной со стороны России. Если у тебя были какие-то интересы, то, безусловно, все вот эти допуска или разрешения или там дальнейшее взаимодействие организовывалось при непосредственном согласовании с пятой службой. Вот сегодня пятая служба, вот как я сказал, пытается восстановить свою агентурную сеть, вернуть всех тех агентов, которые пропали, вот, путем шантажа, угроз, назад, скажем так, в свое, скажем так, и действие. А если очень коротко, если очень коротко, господин генерал, а много ли украинских олигархов, которые остались, являются завербованными Российской Федерации, в том числе его пятом управлении? Я бы тут в данном случае, знаете, как есть такой термин, там, завербованный, это просто как там агент, которому выплачивают. Олигарха разве можно завербовать? Почему? Потому что, скажем так, он сам там может кого угодно завербовать, там, своим ресурсам, но, скажем так, согласовывать какие-то действия, там, представлять какие-то, скажем так, имея возможность влияния на нашу украинскую политику, через свои, там, не только депутатские группы, но и через средства массовые, скажем так, информации, которые были подконтрольны. Безусловно, эти люди использовались российскими спецслужбами, использовались в плане, там, определенных задач, и вы знаете, что пророссийские партии, которые у нас были, вот, они, в принципе, поддерживались множеством каналов, иноизвестных, скажем так, состоятельных людей Украины. Недавно мне в интервью бывший замдиректора ЦРУ Джек Дивайн сказал, что до начала полномасштабной войны России против Украины Соединенные Штаты использовали в России всего 10% от своего потенциала. И более того, что один из их главных информаторов, который сидел в Кремле, они его потеряли. К большому их сожалению. Скажите, Украина за эти два года войны увеличила возможности на территории России агентурные? Есть ли у нас свои информаторы в Кремле? Я скажу так, что, я думаю, ни для кого не секрет, что среди близкого окружения Путина есть не один человек завербован западными спецслужбами. Вот. А непосредственно там, то, что касательно в Кремле, действительно, там, это были люди, которые были приближены и имели доступ, по сути, ко всем информацию по принятию важных политических решений. Вот. Благодаря этому Запад и получил первую информацию о подготовке к войне под видом подготовки к учению. Вот. И вместе с тем, понимая все о том, что Россия готова, но политического решения не было. И вот это политическое решение, с чем мы начали наш разговор, Западу удалось всяческими хитростями там у Путина там оттянуть под видом того, что они рассматривают возможность его там ультиматума. И они там, дайте время, мы подумаем, как это все. То есть, на самом деле, это все была стратегия выиграть время. Вот. И каким-то образом за это время объединить международную поддержку, чтобы, когда это все произойдет, уже были готовы и действовали единым решительным фронтом. И мы видели, это, в принципе, это и было под руководством Соединенных Штатов. Это была, в общем-то, и Западная Европа, прежде всего, Германия и Франция вынуждены были также выступать единым фронтом. Ну, хорошо. А украинской разведки возможности увеличились в России и конкретно в Кремле? Я хочу сказать, что, вы знаете, как у нас большое количество людей, которые имеют родственные, скажем так, и другие отношения с людьми, которые находятся на территории России. И я хочу сказать, что сегодня эти люди, даже с учетом риска для их, скажем так, непосредственной физической жизни, они есть такие, которые используют любые возможности, чтобы передать необходимую или значимую информацию для Украины. Вот сказать, что они агенты, ну, я бы так бы не стал, но точно люди, которые сегодня помогают, и таких людей действительно увеличилось. Вот. Стало гораздо больше и их информация, которую мы получаем, она подтверждается с каждым разом и вызывает только дополнительное доверие к этим источникам. Среди российских олигархов, потому что сейчас много недовольных политикой Путина, есть ли те, которые действительно помогают Украине, тайно помогают? Ну, они, в принципе, все являются кошельками Путина, поэтому, прежде всего, они помогают самим себе. Вот. Но сегодня отношения с Украиной, они являются ключевыми в их дальнейших переговорах с Западом. Вот. Почему? Потому что Украина первая формирует санкционные списки, и потом Западная Европа и непосредственно Соединенные Штаты уже эти списки подхватывают и также переносят на своем уровне. Поэтому, безусловно, они пытаются коммуницировать, вот, начиная там с Украины. Почему? Потому что это определяющее для их дальнейших отношений к Западу. Но больше всего они заботятся о себе, о своем будущем, понимая, что пока еще не поздно можно, ну, скажем так, сепарировать себя от режима Путина. Система КГБ, ФСБ, я буду называть так ее, потому что она не изменилась по большому счету, она, как бы, поддерживает полноценно Владимира Путина или там много недовольных, во всяком случае, тех, которые ждут, что режим провалится, и даже тех, наверное, может быть, не знаю, может, вы это скажете, которые поддерживают Украину или которые помогают Украине. Я бы сказал так. Достаточно трезвомыслящих, которые понимают, что этот курс ведет к, скажем, экономическому краху России. Вот, из того, что Россия еще будет там, только там, ее ситуация будет ухудшаться во всем отношении, простите, состояние с Западом не приведет ни к чему хорошему, и таких трезвомыслящих там достаточно. Но вместе с тем настоящих лидеров, которые бы сегодня могли бы принять на себя какие-то решения, в принципе, не так уж много. Как и большинство спецслужбистов, это люди, которые конформисты, которые являются ждунами. Вот если что-то произойдет, тогда они готовы присоединиться, когда точно победа будет гарантирована. Именно этим объясняется то, что марш Пригожина не нашел тогда обещанной поддержки. И мне кажется, если бы Пригожина еще будет 200 километров продвинуться в сторону непосредственно Москвы, это бы поддержка была бы очевидна. Но на тот момент люди, скажем, я же те, которые мы обещали, силовики и тому подобное, это поддержка не вулкана, потому что все ждали, что будет дальше, как будет развиваться события, для того, чтобы себя не выдать. Но если бы была победа не близка, эти бы ждуны сразу бы одним из первых бы, скажем, присоединились. Но в российской системе КГБ много украинских агентов или проукраинских агентов? Усилились? Про такие вещи вслух не говорят, но если бы вы спросили, есть ли бы у нас возможности получать, скажем так, достоверную информацию о том, что происходит, я бы ответил так, да, такие возможности сегодня есть. А есть ли сейчас усиливались ли противостояния по линии ФСБ, КГБ тире Главное разведывательное управление Генштаба Российской Федерации, военная разведка, как вот в России? Мы же знаем, они постоянно воевали между собой. У них было обострение этого противостояния в начале войны. Почему? Потому что мы видели этот Пригожин, это как раз был проект ГРУ, и как это всё в принципе развивалось. Но сегодня, мне кажется, они зарыли свой топор для того, чтобы Россия не потерпела военное поражение на территорию Украины. Вот, и объединились. И то, что они между собой поделили наследие Пригожина, фабрику троллей забрала служба внешней разведки, непосредственно военная разведка России, она сегодня контролирует военные подразделения, как за рубежом, так и на территории Украины. Вот, и это связь в том, что они нашли в себе, скажем так, понимание, что сегодня им нужно объединяться для того, чтобы Россия не проиграла окончательно. Ну, вот издание The Economist буквально давеча написало, что внешняя разведка России потерпела колоссальное поражение на территории Запада, она потеряла там несколько сот своих лучших сотрудников на территории Европы, и более того, было очень интересно, что первый замглава администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, оказывается, курирует какие-то разведывательные комитеты в Кремле. Вот, мне интересно, вообще этот человек, он вообще кто? Он точно замглавы администрации президента, или он совершенно другой кто-то поставленный? Дело в том, что у Путина очень ограниченное количество к нему возможностей доступа, и даже руководители спецслужб не ограничены в этих возможностях, не только из-за того, что он боится покушений, но и также в связи с тем, что личной безопасностью связано с микробами, инфекцией и всем-всем-всем-всем. А доклады разведки, они происходят каждый день, и вот именно в администрации сегодня там, именно этот человек определен, который принимает эти доклады, который отбирает там самую важную информацию, которую, скажем так, координирует между собой это взаимодействие, и именно вот такую вот роль сегодня выполняет этот человек. Вот, ну, в плане того, что вы сказали, в начале войны российские спецслужбы потерпели крах, это правда, но этот крах был связан с тем, что все это время у них была стагнация. Вот это все, что долгие годы при власти один и тот же человек, также в спецслужбах, они назначали на любые должности дети своих детей, там, друзей и все остальное. Сегодня, по счетам вот этих всех провалов, они их радикально пытаются догнать и вернуть, в общем-то, свои возможности. Особенно это ощутимо сегодня в военной разведке. Вспомните те провалы, которые были со скрипалями, связаны с тем, что они не учитывали электронные следы. Это то, что тогда и паспорта, и регистрация в тех местах, в тех домах, которые принадлежали к объекту военной разведки, все это тогда давало возможности даже вот такому, скажем так, анализу открытых источников, баз данных, получить, в принципе, закрытые фамилии или подтверждать факты, что эти люди имеют отношение, что привело к тем провалам, которые были на территории Европы. И служба внешней разведки России, она потерпела, действительно, были высланы более 500-600 человек со стороны посольств и любых возможностей. А военная разведка до этого она же набирала только среди военных, то сегодня они понимают, что среди набирать военных это далеко не самые лучшие, не самые сильные, еще самых среди не искать каких-то лучших, это уже стало проблематично. Поэтому они свой поиск, скажем так, вербовки, свои ряды, сегодня открыли новые возможности для многих гражданских. И это действительно усложняет для западных спецслужб поимку и поиск таких агентов, потому что раньше тогда один из признаков это было менее наличие воинского военного образования, то сегодня эти люди, безусловно, там могут представлять быть там в разных областях и не обязательно работать в министерствах, ведомствах, это может быть фирмы, которые связаны с контрактами, с какими-то предприятиями, военными, и все. И это сегодня российская разведка, она действует более агрессивно и как никогда, так знаете, так целеустремленно, потому что главная их задача это остановить поток оружия в Украину. Путин всегда действует в рамках спецопераций, у него эта тайная операция просто в голове сидит. Убийство Навального это тоже спецоперация и какая долгоиграющая цель? Вы знаете, мое личное мнение это то, что не было у Путина страха о том, что Навальный будет для него представлять угрозу как конкурент на выборах. Мне кажется, это было издевательство над Навальным в виде физических каких-то, скажем так, издевательств или пыток на территории колонии. И та информация, которая сегодня уже членами его команды стала известна, скажем так, как ты захмал свою информацию, она свидетельствует о том, что даже тело Навального не отдают, потому что оно имеет седы побоев. Это синяки и все остальное. И это как раз свидетельствует о том, что на окануне выбора вряд ли Путин хотел такого эффекта. Почему? Потому что смерть Навального сегодня мобилизировала все антипутинские настроения во всем мире. Это первая задача. То, что по сути он ему там удавалось как-то где-то останавливать, сегодня это точно идет в поддержку Украины. И в этом посмотрим теперь, что отсюда следует. Отсюда следует, что по сути первый этап, который мы могли бы сделать для них, мы уже сделали. Мы создали на территории Украины вооруженные отряды антипутинской оппозиции. Это в виде добровольческого корпуса России из Легиона Свобода. Второй этап, который должен произойти, мне кажется, это объединение самой оппозиции российской совместной и открытие этого второго фронта на территории России. И главным результатом должно быть непризнание легитимности результата выборов президента России. Для нас это будет очень важно, потому что это будет иметь последствия на принятии решений по передаче замороженных средств России в пользу Украины. То есть, то, что сейчас заявила Юлия Навальная, это для нас предельно важно, правильно? Она сказала, что выборы не должны признавать легитимность. исключительно важно. Почему? Потому что тут действительно, несмотря на то, что мы разные государства, мы вступаем единым фронтом с ними. Почему? Потому что наша цель, мы должны понимать, это не политическая смерть Путина, это очень далеко, а должна быть физическая его смерть. Это будет выход для всего мира и, по сути, окно возможности для самой России. Хорошо. А Юлия Навальная, это черный лебедь для путинской власти? Я думаю, что это точно лебедь, который сегодня уже поднялся, но еще черным не стал, потому что черные это когда будут последствия. Но то, что он уже в воздухе, это правда. Она, в принципе, пока не заявила ничего об Украине. Было бы хорошо для Украины, если бы сейчас Юлия Навальная выступила на стороне Украины, во всяком случае, в координации с Западом, потому что она ведет сейчас очень такие обширные переговоры с западными представителями. Ну, мне кажется, смотрите, вот, смерть Навального это одна из тех красных линий, которые Запад, в принципе, рисовал перед режимом Путина. Помните, там, заявление Байдена и всех остальных лидеров, которые сказали, что это то, что должно быть недопустимо, почему? Потому что вот это будет, в общем-то, для вас очень сокрушительно. И вот, мне кажется, смотрите, сегодня российская пропаганда это то, что оружие, которое они используют против западных демократий, это не только подрыв доверия, выборы и все остальное. И вот этих российских пропагандистских вещей в Европе осталось очень-очень много. И Запад сегодня должен, в принципе, вот эти все вещи, там, уничтожать и сокращать. И если вы посмотрите на BBC, голос, там, ну, как BBC, российская служба, то за последний год их уровень вырос на 19%. Это как раз то, что сегодня россияне хотят слышать. Они хотят слышать правду. То есть не обязательно это должно быть, то есть правда и мягкая сила это то, что, в принципе, Запад использовал время железного занавеса, холодной войны. И вот мне кажется, что сегодня увеличивая такие возможности, даже такие, скажем, ресурсы, как Медуза, там и так далее, которые тоже могут Запада получить дополнительное финансирование, чтобы стать рупором вот этой антипутинской, скажем так, коалиции, там, противодействия его пропаганде, именно вот эти вещи должны использоваться. Ну и Навальная в этом плане, Юлия должна, будет играть, мне кажется, решающую роль, потому что она тоже может получать такую возможность помощи от Запада и использовать в интересах своих, там, скажем так, ну, интересов на территории России. Кто, вы думаете, следующие цели Путина после смерти Навального за пределами России? Потому что в Главном управлении разведки Министерства обороны, например, уже говорят, что это может быть Михаил Ходорковский. Я не хочу сказать там про российских оппозиционеров, вот, потому что цель Путина не выбирается исходя из, скажем так, личных каких-то обид или ударов, нанесенных Путина. Вот, то есть, если Навальный опубликовал там его дворец в Галинджике и там фильм про его там любовниц, про его личные там и так далее, то есть, это было для Путина личное оскорбление, личный вызов. И все было понятно, там расправа и попытка отравления новичком, там, и закрытие в колонии и все остальное. То есть, вопрос стоит не о Ходорковском, а о тех людях, которые бросят ему личный вызов. И в этом плане, конечно же, мне кажется, сама Юлия Навальная, которая, как оценка многих российских оппозиционеров, является более решительной, чем сам Навальный и которая готова к радикальным мерам призывать, по сути, к сопротивлению против Путина, это как раз, мне кажется, для него, она будет являться одной из главных целей Путина. С какими вызовами в этом году столкнется украинская разведка и к чему готовится? Ну, вы знаете, как российские спецслужбы сейчас активны в Европе, на Западе, и мы видим, вот я сказал, политические штормы в Америке, и мне кажется, один из таких сегодня для нас вызов это сохранить международную поддержку и не допустить остановки потоков оружия в Украине, чтобы российским спецслужбам не удалось затрамбировать или затрамповать эти потоки оружия в Украину. Что бы вы сказали сегодня в этот день обычным украинцам, гражданам Украины, которые вот действительно два года, за два года выстояли, можно сказать, и сохранили государство? Ну, я скажу так, что для нас всегда одним из самых больших вызовов являлась внутренние сомнения, внутренние сомнения, которые сегодня дают почву для российской пропаганды и для российской дезинформации. И мы должны быть настолько в этом плане сегодня не дать себе собой манипулировать нашим сознанием, но и также не делать тех ошибок, которые могут значительно сократить наши возможности поддержки наших партнеров, но и также которые будут питать эту российскую пропаганду. Знаете, как у меня ребенок ходит на занятия по рукопашному бою, и вот один из девизов, который, когда в этом помещении, где они занимаются, есть одного из восточного философа, что желание сдаться всегда бывает наиболее сильно перед самой победой. Вот у нас не должно быть не только возникать желание сдаться, но и сомнение в нашей победе. Возможно, это займет какое-то время, но то, что она будет, это не имеет никаких под собой не должно быть сомнений. Поэтому у нас должно сохраниться, знаете, как непобедимая вера в нашу победу. Спасибо большое за интервью, Викторич. Героям слава. Друзья, оставайтесь с нами на всех наших YouTube-площадках. Дмитрий Гордон, гостях у Гордона. Не забудьте подписаться на YouTube-канал Олеси Бацман. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев под этим видео. Беседа была действительно очень важной и интересной. До новых встреч. Пока.